Но мы продолжаем рассказывать о событиях, связанных, пожалуй, с главной юбилейной датой этого года, 225-летием со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Нет в нашей стране человека, который не смог бы процитировать строки его произведений. Ведь свое знакомство с творчеством Александра Сергеевича мы начинаем еще в детстве с его сказок. Сказка о рыбаке и рыбке, сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке. И этот список можно продолжать еще очень долго, но я вот в детстве всегда ждал странички с иллюстрациями, потому что в них мне всегда показалось, особенно раскрывался смысл самой сказки. Итак, 1 апреля в Русском музее завершился прием работ на конкурс детских рисунков, приуроченный к юбилейной дате. И мы о нем, конечно же, с удовольствием расскажем в нашем эфире. И у нас в студии Светлана Денисова, заведующая отделом творческих проектов Русского музея, и Дарина Абдулина, специалист по музейно-образовательной деятельности. Доброе-доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже сказали о том, что конкурс именно детских рисунков по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Вот хочется узнать, а глазами детей отличаются ли эти иллюстрации? Например, видят ли дети то, что, например, в сказках не видят взрослые иллюстраторы? Детское творчество – это совершенно особое явление, которое очень сильно отличается от профессионального искусства, конечно же. И мы каждый раз, когда затеваем какой-то выставочный проект или конкурс, мы всегда подчеркиваем, что это особое явление, которое живет по совершенно своим особым законам. И действительно, у детских рисунков своя особая тематика. И как раз номинации в рамках конкурса мы определяли, исходя из того, что дети больше всего предпочитают. Это, конечно же, портретные образы, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным. И это, скажем так, портреты героев его произведений, представленных, ну, представленных таких необычных, полуфантастических обстоятельств. Вот мы сейчас как раз показываем подобные работы, невероятно интересные. По сути дела, эта подборка отражает вот этот основной тематический ряд детского творчества, который поступает нам в рамках этого конкурса. Ну вот, казалось бы, такое яркое произведение, оно прям запоминается с детства, очень развивает наше воображение. С одной стороны, понятно, почему была выбрана сказка о царе Салтане, а с другой стороны, наверняка же есть какие-то вот ваши тайные смыслы, которые вы вкладываете. Почему именно вот эта сказка, поэма? Ну, конечно, вот вы сказали уже, что в детстве, где мы первые, вот первое знакомство у нас происходит с искусством, да, конечно же, это детская книга. Где мы с вот такими, с работой художника, да, с первыми такими образами художественными знакомимся в детской книжке. И поэтому мы подумали, что будет интересно, если мы как раз вот развернем этот конкурс как бы на работу с книгой, как вот ребенок представляет книгу, как в его представлении идеальная обложка будет выглядеть, как автор вот этой сказки должен выглядеть. Вот. И если говорить о детском восприятии, то очень интересно, как оно меняется. Да, у нас с шести лет до восемнадцати возрастные рамки. И вот детские, конечно, работы очень милые, нам очень понравились эти портреты, они такие непосредственные, такие эмоциональные. Вот очень яркие, вот три сестры сидят. Яркие, да. Ну, это иллюстрации уже, да. Ну, честно говоря, очень сложные задания. Если там, например, для взрослых участников это вполне себе нормальный, там, обложка для книги, портрет самого Александра Сергеевича, иллюстрация, персонаж, то вот для маленьких участников, мне кажется, очень сложно. Не все в шесть лет, мне кажется, понимают даже, как выглядит обложка, и тем более сам Александр Сергеевич. Вот я вам скажу, мы вам скажем, да, что это только в головах взрослых. На самом деле у детей нет таких ограничений, что портрет Пушкина сложно нарисовать. Да что вы, это самое популярное у нас... Причем, чем младше дети, тем интереснее оригинальные рисунки, потому что нет вот этих еще шаблонов и стереотипов, опыта на смотренности, вот, поэтому они обладают большой ценностью и оригинальностью. И фантазийностью, наверное, действительно. А вот сейчас, я так понимаю, впереди этап оценка работ, мне кажется, невероятно сложно оценивать. Ну, все дети талантливы, у всех какой-то свой индивидуальный взгляд и на сказку, и на то, как это все перекладывается на бумагу. Вот как, что будет оцениваться и у самых маленьких, и уже у взрослых 18-летних участников? Действительно, очень сложно. Нам поступило 7532 заявки. Даже пересмотреть это все же нам. Это буквально от Калининграда до Сахалина. Мы с большим интересом их рассматриваем, потому что можно географию большой нашей страны изучать по этим заявкам. Откуда больше всего? Ну, конечно, из больших городов. Из больших городов, но вот из маленьких деревенек тоже каких-то названий мы не знаем даже таких. Нам, может быть, стыдно иногда об этом признаться, но очень интересно. Мы тут же смотрим, а где это? Интересно очень. Ну, как оценивать? Оценивать как, конечно, именно творческое проявление ребенка мы будем оценивать, потому что, к сожалению, есть работы такого типа, когда видно очень влияние взрослого. Вот. Хитренькие наши педагоги, я думаю, помогают, что это будет незаметно. Но нет, у нас очень такой строгой жюри, у нас разные представленные профессии. Да, да, прежде всего это педагоги, психологи, искусствоведы, музейные сотрудники, которые всесторонне рассматривают каждую работу. И, конечно же, когда при оценке детского творчества мы учитываем взрослые особенности, потому что невозможно сопоставить рисунок пятилетнего и пятнадцатилетнего ребенка. Это совершенно разные явления. Ну, то есть, если видна помощь педагогов, скорее всего, такой рисунок будет дисквалифицирован. Минусик получат. Ну, на самом деле, вот мы уже показываем иллюстрации сегодня из фонда детского творчества Русского музея. Какие работы туда попадут после этого конкурса, по итогам конкурса? Только победители или все? Можно ли будет познакомиться нам, петербуржцам и всем посетителям сайта Русского музея с этими работами? Мы пока не можем сказать, потому что первый этап еще у нас только идет, еще комиссия только работает. То есть, кто пройдет во второй этап, мы даже не знаем, то есть, 1 апреля мы закрыли прием заявок, сейчас работает комиссия. И, ну, возможно, да, возможно, кто-то попадет в этот фонд. Тогда мы с вами не прощаемся. Я думаю, что обязательно встретимся, когда уже будут работы победителей, финалистов этого года, и мы сможем их увидеть, потому что это будет... Желаем удачи, вот уж точно этот конкурс нашу жизнь делает гораздо-гораздо ярче и дает возможность детям самовыражаться вот таким образом через сказки. Благодарим Светлану Денисову и Дарину Абдулину. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ждем в гости. Спасибо. Спасибо.